Всем-всем привет! Я иду с номера на завтрак. Будем завтракать, а потом поедем в Дубай. Моя мама говорит, как в туалет будешь ходить? С утра так мало людей. Видно, все любят поспать подольше. А я тут проспаюсь как на работу. В шесть, в семь. Стабильно. Мы взяли такси и едем в Дубай Мол. Дубай Мол это, по-моему, сейчас самое знаменитое место в Дубае. И даже больше о нем знают, чем о Бурш-Халисе и Бурш-Али-Рап. Бурш-Али-Рап это семизвездочный отель. Я там была, когда в прошлый раз приезжала. Это отель в виде Баруса, который стоит на искусственном острове. Там все номера в Винхаусе. Там очень красиво, очень богато, все такое, золоте. Там еще есть на вышке для тенниса спорт, где они играют в теннис прямо получается на улице. Это надо видеть, я вам потом скажу. Потом там самый высокий в мире атриум, когда заходишь. Интересные фонтаны, диваны, сидя, канапе, все тут попросило. Я не слишком помпезно. А Бурш-Халисе это самое высокое здание в мире. Я там тоже была. Но когда поднимаешься на эту вышку, как-то немного скучновато. Ну, потому что со всех сторон пофотографировалась и все. Чем-то похоже на Батерик, но давно хуже, чем Батерик. Еще я вспомнила, что в Эмиратах, у кого на номерах меньше цифр, тем круче. Ответы про это вообще круто, когда 3, это тоже круто. В основном у них 4. Вот у этой машины 3. И этот номер можно передавать по наследству, дарить. Это как-то такое небольшое состояние. В каждой стране, если вы берете такси, тут должна быть такая информация. И если у вас какие-то проблемы с таксистом, то вы можете позвонить. Вон там вдалеке есть здание, похожее на Биг Бен. Это шейф построил для королевы Великобритании. Она должна была приехать и ехать. Дубай еще очень быстро строится. Я была на том последнем этаже в прошлый раз. И в Бурш-Халифе сам выстроили в Эмире. Так классно стоять на том месте в другой стране, где я когда-то стояла на этом заводе. И смотрела на эту же улицу. Как вы думаете, если я возьму вот эти? Они тут со скидкой прошлогодние. Просто они такие прикольные. Мы все-таки берем вот эти. Оказывается, на них 50% скидки. Вот этот уже не знаю. Не взяли мы эти кроссовки, потому что она перепуталась с ценой. И там уже было со скидкой. И мы решили, ладно. Капец шорты модные. Детские. Мы думаем взять божьими коробками. А на сколько ее нужно? Это 3-6 месяцев. А Рушка у нас будет одеваться в Дубае, да? Стильно. Мы сходим. На счет него. С нашей демориации, что-то покупать вообще ужас. Переводишь сначала в доллары, потом в тенге, и пропадает желание вообще брать. Все у меня спрашивают, где я купила это платье. Я им говорю, в Каватстане. Там идет. Действительно, я идет. Вот я подхожу к знаменитому водопаду, где все туристы фотографируют. Если в фотографии вы увидите вот этих падающих человечков, то это Дубай Моу. Оказывается, в Дубае море Бали только мужское. Женского нет. Это Диор, Фэнди, Джимичу, Шанель. Ключи, Кабан и Петти. А что к ней у меня вот эти? Тут такой свет термоядерный. Они так блестят красиво. Ребята, мне идут эти очки. Они прям идеально мне подходят, чтобы на щеках не лежало, потому что у меня такие чуть-чуть лучше, что все на щеках лежат. Сорпинг, дело серьезное. Вот что я нашла. Не знаю. Что мне такие вещи идут или нет, не пойму. Намерились мы шляпок, шапочек и поняли, что нам такое не идет и уходят отсюда. Я до сих пор не нашла фудкорп, у меня уже такое помутнение в глазах, но я зашла в Kiehl's, магазин косметики уходовой, и она у меня спросила, нужно ли мне что-нибудь, я сказала, что мне что-нибудь нужно, я что-то хочу, но я не знаю, что именно. И она мне дала вот такую брошюру на русском языке, здесь можно прочитать про все топ-10 предпочтения клиентов, и вот я читаю, и мне кажется, потом я приду и что-нибудь выберу. Потому что я ей сказала, можно я сначала пойду поем, а потом приду анкро, конечно. Я говорю комплимент за комплиментом. Что делают? Что я сказала? Nice dress. Я чуть в обморок не упала, когда увидела магазин, это же, я всех просила купить во Франции в этом магазине мне пудру, и никто не мог найти. Вот здесь стоят Джо Малона, Побби Бран и Коруни. Я еще так закричала, мама испугалась. Сейчас я вам покажу этот, как вы должны быть у меня в Дубай, по вот этим вот девушкам. Я купила пудру, только там большого размера не было моего цвета, я взяла маленький. Но она такая классная, помахала. Она такая классная. И там вот этот вот из лебяжьего пуха я потрогала, чтобы наносить пудру. Ищу магазин Canon. Мама говорит, что это бабушке надо подсунуть, какую игрушку. Я сказала, не стала. А как ты сказала? Я сказала, вот там, как бабушке подсунуть, она заикает станет. А я купила камеру. Камеру. Canon. Все-таки Дубай. Это исполнение мечт. Исполняются все желания. И в аптеку. Смотрим, чего у них есть тут такого интересного. Денькие витамины есть. Коллагены сейчас модно пить. Не знаю, я ничего не пью. Мы решили в Киллсе попробовать тоже уходовую косметику. Такая приятная женщина. Столько подарков нам дала. Дуб от Киллс. Я раньше не видела, что в Дубай-Моле есть такой полусамолет. На улицу хотим выйти, что-то здесь уже так долго народу стало. Сзади океанариум. Я помню, я видела, как один человек кормил рыб в этой клетке, опускался туда, как водолазы. День второй. Шучу. Это все тот же день, просто я в новой одежде. Я устала ходить в платье. Теперь можно расслабиться. Небо прям звездное. Спасибо. Так. Звездное небо. Мы пришли в ресторан покушать, тут так красиво, боющие фонтаны Красота, да? Монгус, челерам Уходим из этого чудненького ресторанчика, ждем, когда нам отойдут счет. И поедем, предстоит нам долгая дорога в отель. А где? А сколько было? Я купила сегодня себе все, что хотела, и все, о чем говорила, и даже все, что хотела, и о чем не говорила. Такое бывает. Я все нашла и все купила. Первый раз в жизни. Идем за такси. Да, мы в прошлый раз, когда приезжали, такси ждали. До сюда очередь была. И наша подруга там всю обувь перемирила. Пойдем. Не отставай, не отставай. Нормально. Сели в такси, договорились. Но он с другом не говорит, сколько это будет долларов, потому что до этого один нам сказал сразу в 60. Мы доехали до своего отеля. У нас такие молодцы консьержи. Мы же купили чемодан, и в этот же чемодан все пакеты засунули в Дубай-моле. И когда мы вышли с такси, этот консьерж схватил чемодан прямо, и уже пошел. У нас что? Я ему говорю, подожди, я сама принесу. Все нормально. Он же легкий, там только пакеты. Мы-то не так уж много покупали. Все-таки у нас же девальвация, а здесь цены такие же в долларах. И когда дирхамы переводишь в доллары, а потом в доллары в тенге, и потом думаешь, нафиг надо вообще эту вещь брать. И потом мы решили доллары просто не переводить в тенге, чтобы не было психологической атаки. И я хотела вам сказать, если вы хотите посмотреть какую-то экскурсию, вы мне напишите сейчас под видео, чтобы я, например, успела записаться на эту экскурсию и поехала снимать. Что да как. Раньше я была на экскурсии по Дубаю. Было очень интересно. Если кто-то поедет первый раз в Эмираты, то советую поехать в эту экскурсию по Дубаю. Поэтому интересно про Дубай, рассказывать про жизнь, про арабов, как у них тут все. Это очень интересно. И первое время, когда я слушала в этом автобусе, я просто завидывала арабам. У меня прям настроение упало, почему у нас не так. Но потом стало интересно. И вообще экскурсии интересные. Показали все, что есть в Дубае. И сейчас интересная экскурсия в Абу-Даби, в джип-сафари. Экскурсия интересная по опустению на джипе. Ну, это такой немного экстрим. Еще плюс, вы там можете фотографироваться. Испробовала на себе перед сном то, что купила от Скилз, от вручей, от фирмы Скилз. Надеюсь, поможет. Смотрим телек. Сейчас будем болтать. Всем спасибо. И пока. Не забывайте писать свои комменты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok